МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всегда готовы. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили опасные природные катаклизмы. Экономическое возрождение России. На торжественной церемонии в Москве честовали журналистов. Ночь в архиве. Чувашия приняла участие во всероссийской акции. Чувашия отмечает день рождения своего великого просветителя Ивана Яковлева. Торжества по случаю памятной даты начались сегодня с митинга. И возложение цветов к памятнику патриарха Чувашского народа у Национальной библиотеки. Подобно Михаилу Ломоносову, молодой Яковлев самостоятельно отправился в жизненный путь, посвятив все время созданию фундаментальной основы для развития культуры и сохранения духовности своего народа. Будучи студентом Казанского университета, Иван Яковлев воплотил в жизнь слова древнего философа Пифагора, который говорил, что для познания нравов, какого не есть народа, старайся прежде изучить его язык. Труды Ивана Яковлевича сохранены для потомков и известны повсеместно. Это и создание чувашского алфавита, и сорокалетний труд по переводу Библии на родной язык, и открытие церковно-приходских школ и первого в Чебоксарах университета. Ярчайшее творение Ивана Яковлева – завещание чувашскому народу, в котором говорилось о необходимости сохранить свой язык, как основу самоидентичности этноса. На сегодня все условия для развития, создания чувашского языка есть. Вот о чем мечтал Яковлев. Только если мы будем с себя начнем и детей с самого раннего возраста, с рождения, начинаем любого чувашскому языку и гордость, привязать чувство гордости, что ты великий сын, скажем так, великого чувашского народа, вот тогда будет развиваться ребенок, гражданин, настоящий гражданин своей малой чувашской родины и, естественно, нашей великой дружной России. Сегодня в сквере у национальной библиотеки собрались деятели культуры и искусств, образований, науки города, почтить память просветителя чувашского народа в день его 167-летия. Соржественный митинг прошел в атмосфере праздника и чувство гордости за своего великого просветителя. Он прожил большую жизнь, великую жизнь, и прах его покоится в Москве на Баганьковском кладбище. Каждый год чуваши, проживающие в Москве, а это генералы, академики, ученые, рабочие, собираются на могиле Ивана Яковлевича Яковлева и признаются в любви к этому великому человеку. Иван Яковлев оставил великое наследие своему народу. Память о патриархе хранится не только в скульптуре, на именовании их улиц и домов. Просветительское дело Яковлева продолжается и поныне. Полностью на Чувашске переведена Библия. В школах и детских садах преподается родной язык. Работают национальные радиостанции и телеканалы. Дело Ивана Яковлева будет жить и дальше в современной истории Чувашия. Александр Гаврилов, Андрей Спиридонов, Республика. В честь дня рождения великого просветителя отмечается и день чувашского языка. Сегодня все, кто считают Чувашский родным, имели возможность принять участие в тотальном диктанте. Текст написал писатель Леонид Мэксэм. В аудиториях Чувашского педуниверситета, института образования и национальной библиотеки собрались те, кто хочет проверить свои знания с помощью специалистов. Для тех, кто решил самостоятельно поупражняться в правописании, диктант транслировался в эфире национального радио Чувашии и на сайте нашей телерадиокомпании. К другим новостям. Погода россиян пока, конечно, не балует. Однако на большей части страны наступила весна. В какие-то регионы она принесла паводок, в какие-то пожары. Что ждать от весны и лета 2015 Чувашии? Об этом говорили сегодня на заседании правительственной комиссии по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Началось заседание с горячей во всех смыслах темы пожары. По последним данным, в Хакасии более 30 человек погибли. Более 600 обратились за медицинской помощью. В Чувашии на данное время ситуация благополучная, однако расслабляться рано. Слава Богу, с одной стороны, у нас погодные условия позволяют на сегодняшний день обеспечивать, так скажем, пожарную безопасность. Но в то же время горят у нас дома, личные дома, частные домохозяйства и погибают в виде светальными сходами. Ситуация, с одной стороны, контролируется. Службы, ведомства подготовлены. С одной стороны, вроде бы мы говорим, что готовы, но с другой стороны, нам надо понять и честно докладчику прошу отметить, где у нас остаются слабые места. Меры приняты на уровне республики. В целом заключены контракты на использование спецтехники, разработан план учений. Но руководству заповедников и природных парков тоже придется позаботиться о подведомственных территориях. Мы увеличиваем, каждый год наращиваем объемы создания минеральных полос и их обновления. По прошлому году, получается, мы создали и обновили порядка 100 километров минеральных полос. Следующий слайд. И финансирование также у нас увеличивается. Если сравнивать с 2012 годом, то финансирование у нас увеличилось почти 8 раз на противопожарные мероприятия. В том числе на этот год мы запланировали приобретение трактора, поскольку имеющиеся техники для того, чтобы, собственно говоря, своевременно реагировать на возникающие угрозы и охладить профилактические предприятия. Противопожарные меры на местах не должны ограничиваться разработкой планов и утверждением приказов. Во время пожара бумажки будут лежать в кабинете и ничем не помогут. Должны быть подготовлены люди и техника. Создана защитная минеральная полоса, отметил глава Чувашии. Еще один пункт повестки дня – купальный сезон. Буквально через месяц-полтора люди потянутся к водоемам для отдыха. К 1 июня все службы должны быть готовы. В прошлом году на воде, конечно, людей погибло меньше, чем, к примеру, в 2013. Однако цифра все равно большая – 52 человека. 80% несчастных случаев происходит на малых реках и небольших водоемах. Возможно, в нынешнем году именно там увеличат количество спасательных станций. Ольга Пырычкина, Сергей Рябчиков, Республика. В России последняя пятница апреля – день памяти сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебного долга. Пожарные, выезжая на вызов, спасают пострадавших, порой рискуя собственной жизнью. Своих героев сегодня вспомнили и сотрудники главного управления МЧС России по Чувашии. Памятная акция прошла у гранитного обелиска стражам порядка в центре Чебоксар. В истории пожарной охраны Чувашии есть три трагические даты. Трое отважных героев погибли, спасая пострадавших при пожаре. В честь погибших сотрудников МЧС России отдать воинское приветствие. Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел совещание межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту наркотиков. Говорили о профилактике социальных явлений, которые могут привести к наркомании, о деятельности структур по работе с несовершеннолетними, об организации досуга молодежи и других проблемах. Хорошая новость. Уровень детской и подростковой преступности по итогам 2014 года снизился на 20%. Результат убедительный и свидетельствует о том, что усилия всех заинтересованных сторон приложены верным направлением. Особое внимание уделяется индивидуальной профилактической работе с молодежью из группы РИСКа. Они состоят на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. Постоянно в поле зрения находятся иностранные студенты. Их в республике более 600. Помочь подросткам найти себе занятия, дать возможность зарабатывать собственные деньги. Такой способ искоренения пагубных привычек всегда был эффективен. В 2014 году организовано 72 мероприятия с охватом 17 тысяч представителей молодежи. Это и студенческие отряды, это и волонтерские отряды, это и вожатские отряды и так далее. Ведь в этом направлении, кстати, республика является пилотной площадкой Российской Федерации. По данным Госслужбы занятости Чувашской Республики, численность граждан в возрасте от 14 до 29 лет, которые обратились за занятостью в прошлом году, составила 28 191 человек. Из них 91,4 получили работу, трудоустроились. Всем известно, что здоровый дух живет в здоровом теле. Сегодня около 60% детей и подростков республики вовлечены в занятия спортом. Тем не менее, потенциал многих спортивных объектов на все 100% еще не задействован. И эту ситуацию нужно исправлять, заметил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Сегодня глава Чувашии подписал указ о бесплатном проезде участников и инвалидов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц. С 3 по 12 мая этого года они смогут бесплатно воспользоваться услугами железнодорожного и автомобильного транспорта. Оформить проездной билет можно, обратившись в кассу с документом, удостоверяющим личность. Сегодня в Чебоксарах появилось еще одно общественное движение – Комитет за честные выборы. В его составе члены общественной палаты, ветеранских объединений, Совета женщин республики и журналисты. Таким образом, организаторы хотят призвать политические силы к честной избирательной кампании, которая пройдет в республике в этом году. Как известно, 13 сентября в Чувашии, как и по всей России, состоится единый день голосования. Сейчас в республике появилось множество печатных и интернет-изданий, в которых публикуется некорректная, а порой и ложная информация о возможных кандидатах. Собравшиеся решили мониторить и социальные сети. Лица молодежи готовы и заниматься в социальных сетях, и мониторингами, и донесением всей данной информации до нашего комитета. Среди собравшихся были и те, кто не раз участвовал в выборах различных уровней, избирался главами местного самоуправления и депутатами. И не раз сталкивался с нечестной агитацией и провокациями. Игорь Кашаев, председатель Союза ветеранов Афганистана, считает, что тот поток информации, который сейчас вываливается на будущих избирателей, мешает им сделать выбор. Уже сколько газет раскидывают по почтовым ящикам, я даже свою почту не вижу. Подсовывают какие-то газеты, непонятно про что, даже читаешь это, про какую страну пишут, регион про какой. То есть неизвестны какие-то вещи, люди читают все это дело и думают, что действительно так. Чтобы всего этого не происходило, вот мы сегодня собрались для того, чтобы взять какой-то общественный контроль, наверное, можно сказать. Потому что мы тоже как-то участвовали в этом деле, чтобы выборы проходили честно. Инициативная группа решила, что в ближайшее время будет составлено обращение к политическим силам и СМИ с призывом вести честную борьбу и честно освещать выборы. Нашей главной задачей является не поддержка кого-то из кандидатов в руководителя республики, или какой-либо партии, или общественной организации. Наша задача главная, чтобы все, кто идет на выборы, вел честную, открытую борьбу. Председатель правительства Чувашии Иван Маторин провел заседание попечительского совета по вопросу проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Директор некоммерческого республиканского фонда капремонта Олимпиады Епифанова доложила об открытии счета в Министерстве финансов, на котором собрано свыше 100 миллионов рублей. Сумма составляет 44% от нормы по взносам жильцов многоквартирных домов. Большинством голосов членов попечительского совета было принято решение об обслуживании счета казначейством Чувашии. Организации по ремонту инженерных коммуникаций, кровли, лифтов уже выбраны. Конкурсы по проведению работ в 240 домах выиграли 24 подрядчика. Кредитной стороной вопроса капитального ремонта займется Сбербанк России. Также Иван Маторин призвал муниципалитеты принимать активное участие в разработке краткосрочных проектов капремонта на текущий год. В одном из частных домов Канаша произошел пожар. Погибли три человека. В настоящее время устанавливаются личности погибших. Уже известно, что при пожаре в доме находились двое мужчин и одна женщина. Суд медэкспертизы устанавливает причины смерти. Предварительные причины – отравление угарным газом, убийство или состояние алкогольного опьянения. Предполагаем, что люди были заперты снаружи в этом доме. Изначально подожжена веранда изнутри, и потом уже закрыты выходные двери, подперты подручными средствами, в связи с чем люди не смогли выйти из горячего дома. Предположительно, полиция установила трех лиц. Предполагаем, что они причастны к этому делу. В данный момент по фотороботам устанавливаются личности предполагаемых лиц, причастных к совершению преступления. Сотрудники Следственного комитета по Чувашии проводят доследственную проверку, чтобы определить все обстоятельства произошедшего. Сегодня сотрудники ГИБДД Чувашии проводят рейд на железнодорожных переездах. В республике 107 железнодорожных переездов. 54 из них регулируемые, а 4 оборудованы шлагбаумами. Через 21 железнодорожный переезд проходят регулярные автобусные маршруты. За три месяца в Чебоксарах зарегистрировано два ДТП на переездах. Пострадал один человек. В ГИБДД напоминают, что за нарушение правил переезда предусмотрено серьезное наказание. Штраф до 1000 рублей. За повторное нарушение предусмотрена ответственность в виде лишения водительских прав сроком на один год. В Чебоксарах молодой человек сорвался с крыши пятиэтажного дома, но остался жив. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Чувашии, о несчастном случае заявили друзья молодого человека, которые вместе с ним до этого весело проводили время. Как следует из ее материала, в ходе застолья между молодыми людьми возникла ссора, в ходе которой парень вышел из квартиры в подъезд. Теперь некоторое время друзья нашли его на крыше этого же дома, сидящем на краю и свесившим ноги. Они попросили его встать и вернуться к ним, но тот при попытке подняться на крышу сорвался вниз. Несмотря на падение с такой высоты, молодой человек остался жив. С различными травмами он был незамедлительно госпитализирован и помещен в реанимацию, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время выясняется все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В субботу в трех медицинских учреждениях столицы республики состоится день открытых дверей. Жители гости Чебоксар смогут узнать состояние своего здоровья и получить ответы на интересующие их вопросы. Три медицинские организации распахнут свои двери для всех желающих. День открытых дверей в онкологическом диспансере будет посвящен гинекологическим проблемам. Жительницы Чебоксар смогут получить бесплатную консультацию врача и пройти медицинское обследование. В городской детской больнице номер один посетителей ждут консультации аллергологов, иммунологов и педиатров. Там же можно будет узнать о вакцинопрофилактике. Диагностику психоэмоционального состояния можно получить в психотерапевтическом центре Республиканской психиатрической больницы. Дни открытых дверей проводятся регулярно каждую субботу в различных медицинских учреждениях Чебоксар. Как отмечают в Минздраве, такие мероприятия повышают качество и доступность медицинской помощи. Чувашия приняла участие во всероссийской акции «Ночь в архиве». Государственные и муниципальные хранилища документов республики распахнули свои двери для всех желающих. Прикоснулась к страницам истории и наша съемочная группа. Прогуляться по улицам старых Чебоксар, найти собственную музу и узнать больше о временах Великой Отечественной войны. Все это стало возможным благодаря акции «Ночь в архиве», которая прошла в Чувашии впервые. В Чебоксарах свои тематические программы подготовили три государственных архива Чувашия. Исторический, архив современной истории, архив электронной и кинодокументации. В последнем основной темой стало 70-летие Победы. В фондах архива собрана уникальная коллекция военных фильмов, фото и аудиодокументов того времени. Интерес к ним очень высок. В последнее время все рекорды популярности бьет интернет-ресурс «Подвиг народа», где можно узнать о боевом пути и наградах участников Великой Отечественной войны. Анастасия Маркова узнала информацию про своего деда. Оказывается, мой дедушка был награжден медалью за отвагу. Я, к сожалению, этого не знала. И в военном билете это тоже не указано. Потому что, по рассказу моего отца, дедушка был в плену последние два года войны. На городном листе указано, что на счету дедушки 11 убитых немцев, и он награжден медалью за отвагу. Это мне очень важно. Ну и в архивах Чувашии сосредоточены не менее интересные документы. Метрические книги, решения о раскулачивании и реабилитации незаконно репрессированных, о награждении и назначении на пост. Эти и другие сведения так важны при составлении родословной. Много информации можно почерпнуть из фондов органов власти, предприятий, общественных организаций и, разумеется, личных фондов. Коллекции подлинных документов, автографов Константина Иванова, экскурсии по хранилищам, квесты «Граучий архивист» – такая программа ждала посетителей двух других госархивов. Мы допоздна, конечно, желающие. Мы насчитывали где-то группы три, формировали группы три, а сейчас уже народ идет, уже более пяти групп уже прошли наши, ознакомились с нашей деятельностью. Надеемся, если народ будет идти, конечно, и до утра можем работать. Как отмечают архивисты, проведение таких акций дает возможность не только познакомить жителей республики с интересными историческими источниками, но и привлечь внимание граждан к вопросам сохранности документов и пополнения фондов. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Программы «Качество и бизнес-среда» награждены дипломами престижного конкурса «Экономическое возрождение России». Журналистов честовали накануне в Москве. Торжественная церемония состоялась в информационном агентстве «Россия сегодня». Организаторы отмечают, что попасть в списки финалистов – настоящая удача. Это удалось сделать и моему коллеге Дмитрию Ковалеву. Перед деловой журналистикой открываются по-настоящему глобальные перспективы. Известный телеведущий Дмитрий Киселев отметил, что сейчас именно представители СМИ смогут подобрать ключи на пути к оздоровлению экономики. Страна нуждается в эффективных рецептах, и они будут найдены в ближайшие годы, уверены эксперты. «Казалось бы, есть учебники, открывая, читая рецепты. Рецепты есть, просто такого народа нет. Сейчас уже изобретают лекарства персональные для каждого человека, с персональной формулой. Я думаю, что как раз и экономическое лекарство для нашей страны должно быть именно таким персональным. Это не избавляет нас от того, чтобы измениться в будущем и приобрести более спортивную экономическую форму для того, чтобы мы могли активировать усилия каждого в нашей экономике, чтобы подвигнуть людей не больше ждать от государства, а больше рассчитывать на свои силы, заниматься собственным бизнесом». В формировании благоприятного предпринимательского климата деловые СМИ должны участвовать активно. Сейчас, отмечают эксперты в области экономики, необходимо писать больше о предприятиях-передовиках и людях, которым удалось поднять свой бизнес с нуля. Большая заслуга в освещении экономических проблем принадлежит именно региональным журналистам, говорят уже признанные мэтры «Пера» и «Эфира». «Роль региональных СМИ в освещении экономических проблем России первостепенная, потому что я много лет веду эту премию и могу сказать, что с каждым годом все больше и больше представителей из разных регионов страны, и я вижу, как регионы развиваются, как люди туда едут, как люди стремятся поднять экономику, поднять аграрный сектор, поднять другие, все сферы экономики. Это очень важно, конечно, что мы их поддерживаем и что мы благодаря этой премии узнаем о том, какая работа ведется в том числе и в отдаленных регионах, уголках нашей страны. Конкурс «Экономическое возрождение страны» проводят уже в 21-й раз. Особенно почетная награда – номинация лучшего регионального СМИ. В этом году дипломантом становится и наш телеканал. Организаторы отмечают, что проекты национального ТВ отличаются оригинальностью подачи и актуальностью поднимаемых тем. На победу претендовало порядка 200 работ. Дипломантами престижного конкурса стали порядка 40 журналистов. Организаторы отмечают, что количество его участников увеличивается каждый год. В этот раз большинство материалов было посвящено инновационным проектам предпринимателей и проблемам малого и среднего бизнеса. Члены жюри говорят, что выбрать победителей было непросто. Региональные СМИ прислали на их суд по-настоящему качественные работы. Освещать экономические проблемы дипломантам желают так же достойно. Организаторы отмечают, что журналисты сейчас являются их главными партнерами. В столице республики состоялось открытие магазина фирмы художественных промыслов Пахатери. Об этом далее, а я с вами прощаюсь. Удачных вам выходных. Всего доброго. Сохраняя традиции чувашской вышивки. Таков девиз работников компании Пахатери. И этот девиз полностью оправдан. Многовековые секреты чувашских мастеров продолжают жить и в наши дни. Продукция, представленная в магазине Пахатери, отвечает всем современным требованиям. Она выполнена из натуральных материалов на современном оборудовании. Новый магазин интересен еще и тем, что в нем можно увидеть и выставочные экспонаты. Старинные изделия чувашских мастеров. За вышивкой приезжают гости и из других регионов России. Действительно, в Екатеринбурге нет чувашских товаров. Я очень был бы рад, если бы у нас что-то появилось. И очень рад, что в Чебоксарах до сих пор еще сохраняются такие эксклюзивные вещи. Хотелось бы что-то для себя приобрести. В новом магазине представлена и продукция по торговой марке Вилан, которая занимается производством спецодежды для сотрудников различных организаций и компаний. В числе клиентов фабрики, предприятий чуваши и других регионов России. Наша спецодежда производится из российских тканей, Японии, Китая. Плюсы нашей продукции в том, что у нас имеются свои модельеры, свои разработчики, свое оборудование. Благодаря гибкоценовой политике, приобрести товар на свой вкус может покупатель с любым достатком. В этом можно убедиться, посетив новый магазин. Мы решили, что в одном магазине представить два вида продукции без большой торговой наценки. Имея свой собственный магазин, наши цены будут более доступны покупателю. Чебоксарская вышивка является богатством нашего народа. И я думаю, что символично открыть магазин в сердце города Чебоксар, чтобы наша вышивка удивляла, поражала своей красотой жителей и гостей нашей республики. В планах фабрики Пахатери увеличить ассортимент выпускаемой продукции и выйти на новый рынок сбыта. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика.